Мы набрали метральное число А и БЦ, если мы говорим, что А и Б с сравнимым проблемом, если Б делится на М, или равносильно, что то же самое, А и Б, и знали, что остаток делили не на М. Вы это хорошо знаете, вы знаете, что сравнение можно по членам складывать, умножать, зачитать, по одному это возможности. Вот если имеется число натуральное, тогда можно определить обычно по моду Лен, а именно все числа разбиваются на М-классах. Все целые числа разбиваются на М-классах, зависит от того, какой остаток они дают определению на М. В этом остаток определения, наверное, может быть от 0 до 91, получается на М-классах. В любом классе два элемента сравнимы по моду Лен. Когда мы говорим о вычете по моду Лен, то у этой вычете есть представители. Представители – это все целые числа, которые дают за одно остаток определения на М. Тогда, наверное, с этими степеньчатами по моду Лен можно оперировать как костярный численность. Ну, например, в принципе, что Z2, что имеет 7 вычета, 5, это множество Z2. Например, за пример, скажем по моду 5, это значит 3 по модуле 5, 4 по модуле 5. Потом вот это attacked, это есть 6 по модуле 5, и это 6 по модуле 5, за точнее, что есть 9 по модуле 5. В принципе, иногда поймите на картке просто сравнение или даже нашей списке ТМ. Рамцовая зотема означает равнинность. Итак, мы видим, что 3 плюс 4 равно единичный, это взят 5. Или 3, 3 по моду 5. Можно 3 по моду 5, это есть 4 по моду 5. Вычту можно умножать, складывать, складывать и читать. И там выполняются естественные свойства. Но при этом в этом случае говорят, что множество вычисла образует хольцо. Хольцо, но вопрос, можно ли делить? Но на ноль делить нельзя, конечно. Можно ли делить не на ноль? Это вопрос такой. Ну, как вы думаете, значит, что такое деление? Все происходит взят м. И мы говорим, что а будет на b равно х. Если есть х, то есть единичный такой вычет, что а равно на bx. Ну, как вы думаете, для какого м возможно деление нулевой или ненулевой вычет? При простой? Да, простой. Значит, если там баска, то есть деление. Ну, имеется в виду, что частное для двух любых вычетов, если мы делим не на ноль, то оно однозначно потянуло. Если там все равно, то там уже, уже вообще выделить нельзя. Ну, например, взят шесть, который не сможете подняться из них на два. Всем просто, это все хорошо, там есть деление, тогда уже поговорим. Такое хорошее множество, где есть не только сложение и умножение, которые обладают естественными свойствами, но еще и деление. Такое множество называется поле. И мы уже говорим про поле. Затета. На высшем простейшем слабо отличается в округе и в кубе, мы сейчас говорим про ЗНП. ... ... Продолжение следует...